МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа 12 новостей республики. Напоминаю, интернет-версия нашей программы на сайте www.tvregion12.ru в студии Лилия Зуева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МРИЛ в числе 16 регионов России, где в этом году отмечены высокие темпы роста инвестиционных вложений. Об этом стало известно в ходе заседания окружной комиссии по улучшению инвестиционного климата в регионах ПФО, которое прошло в Вишкороле. Сегодня же в столице МРИЛ состоялось заседание Совета уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах Поволжья. Подробности в нашем материале. Улучшение инвестиционного климата, снижение административных барьеров, развитие малого и среднего предпринимательства. Три столпа российской экономики, укрепив которые, можно создать в стране универсальную подушку безопасности. С этим заявлением полпреда президента России в ПФО Михаила Бабича соглашаются не только высокопоставленные чиновники, но и сами предприниматели. Все участники заседания окружной комиссии заинтересованы в одном – как сделать так, чтобы в регионах России бизнесменам работалось хорошо. Мы должны сегодня выявить системные проблемы, которые требуют решений и которые характерны для большинства регионов страны, которые определяют успех развития бизнеса, снижение административных издержек, бюрократических барьеров, незаконного давления на бизнес. Ну и самое главное, может быть, создать те необходимые эффективные институты государственной поддержки, которые сегодня помогут выставить малому и среднему бизнесу, помогут его поддержать, помогут его перепрофилировать в сторону инновационных, высокотехнологичных направлений работы. То есть то, чего мы добиваемся в последнее время. Чуть больше года назад в Мариэл, впрочем, как и в других регионах страны, довольно успешно заработал институт уполномоченного по защите прав предпринимателей. По словам омбудсмена Амира Шакирова, с начала этого года в его приемную поступило более 20 обращений от предпринимателей республики. Почти половина из них разрешена в пользу руководителей бизнеса, а не навязчивых контролеров. Сегодня контрольно-надзорная деятельность в нашей стране носит такой очень серьезный, большой, массовый характер. Конечно, мы считаем, многие предприниматели, что с точки зрения развития бизнеса эта деятельность должна быть более целенаправленная. Поэтому мы говорим сегодня о введении системы риско-ориентированного подхода. То есть контрольно-надзорные органы должны проверять тех, где есть какие-то проблемы уже, выявлены какие-то показатели, критерии, когда нужно действительно вмешиваться в процесс. Мы говорили о системе штрафов, которая сегодня одинаковая, что для самого маленького индивидуального предпринимателя и для самой сверхкрупной нефтяной компании. Поэтому необходимо их дифференцировать в законе. Предложение о том, чтобы сократить, а быть может и вовсе ликвидировать многочисленные проверки в регионах России по отношению к некоторым видам бизнеса, на заседание Кружной комиссии высказал глава Мариэл Леонид Маркелов. По его словам, 80% бюджета страны формирует около 6 тысяч крупных предприятий. Остальные 20 – малый и средний бизнес, представителям которого сегодня как никогда нужна поддержка. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов идею главы Мариэл во многом поддержал. Я не за то, чтобы вообще все проверки ликвидировать. Например, человек производит продукты питания, и вдруг мы говорим, мы не будем его проверять. А что же он производит тогда в конечном итоге? Его надо проверять и качество. Но эти проверки должны носить системный характер. Есть и виды деятельности, которые можно полностью освободить, а от проверок на длительное время. В республике благоприятный климат создан. И сегодня у нас задача не то, чтобы препятствовать деятельности предпринимателя, а наоборот как бы сопроводить его коммерческую деятельность и добиться реализации от него проекта. Потому что если он будет реализовывать проекты, они, да, много предпринимателей, то увеличится налогооблагаемая база. Отсюда и результат деятельности правительства. Мы видим сегодня, чем больше налогооблагаемая база, тем лучше мы живем. Так что мы сопровождаем эти проекты и оказываем всяческие условия. В прошлом году по темпам роста объемов инвестиций Мариэл заняла первое место в России. Показатель рекордный для региона, почти 140% относительно прошлого года. В рублях это около 45 миллиардов. Высокую оценку инвестиционному климату в Мариэл дает и агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Кстати, именно ОСИ, как общественная организация, занимается составлением национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. Статистика говорит сама за себя. По росту инвестиций, даже несмотря на те сложности, которые есть в экономике, регионы ПФО, они лидируют, из 16 регионов, которые по данным второго квартала 2014 года продолжали показывать позитивную динамику. Потому что есть это регионы Поволжского федерального округа, в том числе, кстати, Республика Мариэл. Ключевым проектом ОСИ по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса сегодня является и так называемый региональный инвестиционный стандарт. Он включает 15 лучших инвестиционных практик, которые, по оценкам ОСИ, пока полностью внедрили 53 региона страны, включая и Мариэл. Прогноз стабильный. По итогам третьего квартала в Мариэл не изменились показатели кредитной финансовой надежности. Международная корпорация Fitch Ratings, известная в основном как рейтинговое агентство, выставила очередную оценку экономики региона. Fitch подтвердила предыдущие полугодовой давности рейтинги Республики Мариэл на уровне BB. Прогноз стабильный. Напомню, что основная задача Fitch Ratings – предоставление мировым кредитным рынкам независимых и ориентированных на перспективу оценок кредитоспособности, аналитических исследований и данных. Станет ли кукуруза царицей Марийских полей? Точный ответ на этот вопрос аграрии смогут дать через несколько лет на основании наблюдения об эффективности ноу-хау, применяемом с недавних пор на полях Республики. Уборка кукурузы в регионе начинается примерно с середины ноября, как раз во время первых полноценных морозов. Это свидетельствует, во-первых, о высоком технологическом уровне, а во-вторых, о способности современного сельхозпредприятия свести к минимуму возможные потери урожая. Обычай убирать кукурузу, как только почва в полях промерзнет настолько, чтобы техника не увязла, начинает укореняться в Мариел. Объяснение этому простое. Всем хороша кормовая культура кукуруза, вот только цикл ее созревания не всегда совпадает с необходимыми погодными условиями. Середина октября ознаменовалась в окрестностях Ишкаралы снегопадами и метелями, а до них были слякоть и дожди. Поэтому аграрии примзавода Шейбулакские запаслись терпением и стали выжидать. Шанс предоставился месяц спустя. Зерноборочный комбайн-класс приехал на совсем незабытое поле у Сенькина. Кукуруза оставлена специально на зерно. Пионеровский сорт. Здесь у нас 38 гектар. Я думаю, что где-то в пределах 5 тонн мы должны здесь собрать кукурузу. Именно с семян, фуража. Это больше урожа, чем зерновые. Хотим этим тем самым закрыть потребности фуража для синоводства. Еще немного вычислений. 5 тонн 50 центнеров кукурузных зерен будет собрано с одного гектара этого поля. То есть в итоге получится 200 тонн со всего поля. Если кормить этим зерном, все поголовье сынокомплекса в Шейбулаке его хватит на полтора-два месяца. При этом специалисты хозяйства заявляют, что полностью обеспечили себя кормами в этом году. Уборка же Синкинского поля тем и ценна, что позволит разнообразить рацион животных не только обычным зерном, но и самым ценным – кукурузным. Ценным вдвойне, поскольку убирать его до заморозков более затратно. У нас получается, что все-таки в кукурузе ее просто вырастить, и за ней много ухода не нужно. Ну, технология отработана у нас. Основная эта проблема именно в том, что это влага. Уборка должна происходить от 30% влажности и ниже. Мы убирали 40% влажности, соответственно, появились проблемы сушки. Сейчас за счет вымораживания, ну, где-то мы в пределах 35% будем убирать. То есть вот за счет этого. А может даже там по меньшему, 32%. Где-то так уже померили. Комбайн-класс, вот это его самая мощная модель, трудится в хозяйстве уже четвертый год без особого труда. Соберет всю кукурузу с этого поля за день. Опыт регионов, применяющих похожую технологию, показывает даже выпавший едва ли не 20-сантиметровый слой снега. Не помеха для современной техники, способной помочь аграриям завершить сельхозгод без потерь. Холодно, но не снежно. В средней полосе России началась климатическая зима. Под влиянием обширного гренландского антициклона, который смещается на Среднюю Волгу, в средней полосе европейской территории страны установилась сухая и морозная погода. В Морелл среднесуточная температура перешла через ноль к отрицательным значениям. На чем и отмечается устойчивый минус, днем около и немного ниже ноля. Температура воздуха составит в ночные часы 5-10 градусов мороза, а днем не выше 1-6 градусов мороза. На фоне, можно сказать, зимних температур, небольшой снег пройдет лишь местами. Кстати, в период с 18 по 23 ноября, самая холодная ночь, отмечався в 1957 году, температура составила минус 28,7 градусов. А самый теплый день в 1940 году температура повышалась до 8 градусов тепла. В ближайшие дни среднесуточная температура окажется на 3-5 градусов ниже климатической нормы. Однако, несмотря на это, существенного снега на предстоящей неделе не ожидается. Жители Ишкаралы объединяются в ТОСы. По данным мэрии города, на сегодняшний день утверждены границы почти 20 органов территориальных общественных самоуправлений. Напомню, три из них, став победителями городского конкурса «Город, в котором мы живем» до конца года, на средства выигранных грантов должны реализовать проекты по благоустройству своих территорий. Впрочем, подобные конкурсы сейчас проводятся и в районах республики. Подробности в нашем материале. Обычный городской двор по адресу Свердлова, 50, в ближайшее время может стать одним из самых безопасных в Ишкарале. До конца этого года здесь планируют установить от трех до пяти камер видеонаблюдения. Заняв третье место в городском конкурсе, ТОС Свердлова получил на реализацию проекта 20 тысяч рублей. Недостающую часть средств готовы собрать непосредственно сами жители. У людей существует четкий запрос на улучшение их жизненных условий, на улучшение социальной среды. Мы, со своей стороны, наш ТОС готовы двигаться в реализации проектов, которые мы уже начали. Опыт и перспективы развития ТОСов в центре внимания Общественной палаты Республики Мариел. Суворовский городской округ, на территории которого как раз и находится ТОС Свердлова, лишь один из примеров развития в Ишкарале территориального общественного самоуправления. И довольно успешный, учитывая, что к регистрации в округе сейчас готовится еще 10 ТОСов. Мы, в первую очередь, информируем людей, учим, образовываем их, просвещаем по поводу изменений в законодательстве, их прав. Потому что очень много людей просто даже не знают, что они могут получить. Это и вопрос, связанный с УДН, это вопрос, связанный с текущим капитальным ремонтом, это вопрос, связанный с благоустройством дворов. Даже в одном доме есть жители с разным мнением. Кому-то нужно посадить дерево, кому-то на этом месте нужна парковка, кому-то нужна детская площадка, кому-то нужно место для отдыха пенсионеров. И внутри дома люди должны договориться, где и что должно находиться, какие затраты они готовы нести совместно, либо они не готовы нести эти затраты. Но самое главное, что люди должны договориться об общем быте. Умение договариваться и работать сообща в этом году показали жители сразу двух населенных пунктов Нурминского сельского поселения, это в Медведевском районе. Результат – современный детский городок в поселке Нужьяло и новая асфальтированная дорога протяженностью 1600 метров в деревне Арбаны. Привлекались средства граждан, спонсорская помощь, бюджет поселения и софинансирование шло с республики. Мы в республике первые открыли этот спортивный игровой комплекс для детей в поселке Нужьяло с красивым названием «Сказочный городок» и открыли эту дорогу. От заявки в программу до торжественного открытия этих объектов практически прошло три месяца. Проведение подобных конкурсов на реализацию лучших проектов ТОСов запланировано и на будущий год, в том числе в столице Мариел. Так что у ушкаролинцев еще есть время, чтобы собрать подписи более 50% жильцов своего дома, выбрать председателя, после чего подать документы на установление границ и регистрацию ТОСа в городское собрание. Высотные дома – как потенциальная угроза для жизни. Рост числа высоток заставляет пожарных менять методы работы. ЧП лучше предупредить, чем ликвидировать его последствия. Кроме того, через полтора месяца – череда новогодних праздников, которые горожане любят проводить с огоньком. Поэтому уже сейчас марийские спасатели вышли на проверки многоэтажек. Сейчас мы находимся на пятом этаже высотного здания многоэтажного. Здесь сразу, скажем так, мы можем видеть систему пожарной сигнализации, которые на перекрытиях установлены. Именно на систему пожарной сигнализации сотрудники МЧС в первую очередь обращают свое внимание. По их предписанию она должна быть смонтирована в каждом доме, высота которого 28 метров и выше, проще говоря, в каждой многоэтажке. Таковых домов, кстати, в Ешкрале более 40. Старший инспектор Александр Пожидаев объясняет, чем выше дом, тем больше требований к безопасности. Их и тушить сложнее, и людям, если что, не так легко эвакуироваться. В этой 14-этажке уже на первых этажах замечаем. Есть и световое табло «Выход», и противодымная вентиляция, которая, кстати, как здесь, должна быть закрыта. Противодымная вентиляция, которая существует для того, чтобы продукты горения, дым, уходили с этажа. Было удаление дыма. Кстати, вот и первое нарушение, достаточно распространенное для высотных домов. Вот как раз яркий пример того, что у нас производят на личных клетках лифтовых холлах. Вот деревянный ящик. Тут, скорее всего, или картошка, или что-то такое хранится. Запрещается, по каким моментам у нас деревянный ящик. Это постановление правительства 390, где трактуется следующее, что лифтовые холлы, лисичные клетки нельзя загромождать горючими материалами. Были случаи, что посторонние люди приходят, курят, бросают на ящик. Может что-то внутрь попасть и разгореться так, что потом здесь так же ничего не видно будет и невозможно дышать. По правилам безопасности на лестничных площадках не должно находиться ни старой мебели, ни продуктовых ящиков. Ведь это не только причина пожаров, но и преграда на случай эвакуации. Если человек идет на встречу, убирает на следующий день, то возможно штрафная санкция как предупреждение. Но есть нерадивые товарищи, которые не считают, что это опасно и не считают, что мы правы. То есть мы уже применяем штрафную санкцию как наложение института штрафа. От тысячи до полутора тысячи на граждан. Сотрудники МЧС поднимаются выше. Лампочка Ильича в общественном коридоре не только пережиток прошлого, но и грубое нарушение. По предписаниям она должна быть непременно, как здесь, находиться в специальных коробах. А вот по внутреннему пожарному водопроводу есть вопросы. Тут не совсем все в порядке. Тут не хватает рукава пожарного и ствола. Не знаю, по какой причине здесь нет. Может они меняют, может еще какие-то причины. Я честно не могу сказать. Такое регулярное и зачастую внезапное посещение многоэтажек с сотрудниками МЧС носит скорее профилактический характер. Главное жителям очередной раз разъяснить, показать и напомнить о том, что порядок в подъезде – это залог их же безопасности. В Ишкороле вновь возведен мост дружбы. Театральный фестиваль с одноименным названием откроется в столице Морел в субботу, 22 ноября, и продлится до конца месяца. В афише около полутора десятков спектаклей, восьми драматических театров страны и ближнего зарубежья. Субботним вечером, 22 ноября, в Ишкороле откроется новый мост. Правда, действовать он будет не так долго – всего лишь 9 дней. Потому что это международный фестиваль русских театров России и зарубежных стран «Мост дружбы». Первый фестиваль русских театров в Морел состоялся в 1993 году. Инициаторами его были народный артист СССР Юлий Соломин и человек, чье имя ныне носит театр – народный артист России Георгий Константинов. Начиная с 2000 года фестиваль не проводился и был возрожден заново лишь в 2008 году. Однако с той поры фестиваль набирает ход и становится все более популярным у публики год от года. Для самих актеров это возможность не только показать спектакли, в которых они задействованы другой публике, к тому же очень избирательной, как говорят про ишкоролинских зрителей, но и обмен опытом. Работа театров, работающих в национальных регионах на русском языке – это особый пласт нашей культуры, культуры России, страны многонациональной, страны с особыми культурными традициями. И отследить ситуацию, в какой работают эти театры, современные тенденции – это все позволяет сделать нам как раз фестиваль. Когда собираются руководители театров, идет заинтересованный разговор об особенностях работы театров на русском языке в национальных регионах. В нынешнем году ишкоролинские зрители увидят лучшие постановки театральных коллективов из Москвы, набережных Челунов, Уфы, Чебоксар, Бугульмы. Традиционно приедут гости из ближнего зарубежья – русский драматический театр имени Станиславского, Республика Казахстан. Разумеется, на фестивале выступят и театры из Мариэл – театр драмы имени Константинова и ишкоролинский тюз. А столицу России представит театр на Таганке со спектаклем «Знакомый ваш Сергей Есенин». Кстати, именно этой постановкой завершится фестиваль. Афиши фестиваля насыщены и разнопланово – музыкальная комедия, драма, современная сказка на зрителя разного вкуса, мировоззрения и возраста. Очень много классики заявлено, классики русской. Вообще репертуар очень разнообразный, но мне кажется, в этом году удалось соединить все. Здесь будет и интерес для зрителя, и интерес для критиков, которых в первую очередь, конечно, интересуют классические произведения. Привозят нам театр из Набережных Челнов в Ассу Горького, привозят на дне Горького молодежный театр из Уфы, но также будут и по Гальдони «Трактирщица», которая будет интересна нашим зрителям, и «Севильский цирюльник», который привозит театр из Бугульмы, и много других интересных спектаклей. Не забыты у нас и маленькие зрители. Будет заявлен спектакль «Аленький цветочек» театр из Бугульмы показывать, и «Трям здравствуйте» привезет Саранский театр. Стоит добавить, что в предыдущие годы фестиваль занимал сразу несколько сценических площадок разных театров, расположенных в Ишкар-Але. Организаторы говорят, это приводило к путанице среди зрителей, поэтому в этот раз было принято решение о проведении всех постановок только на сцене драмтеатра, по два-три спектакля в день. Так, в этом году в рамках проекта «Ночь в театре» начало двух постановок запланировано на 23.50. В это время на сцене театра появится драма «Без руки из Покона» и «Убийца», уже известная ишкаролинским зрителям камерная постановка. Более подробно с афишей фестиваля можно ознакомиться на сайте театра. Всем известное здание с кирпичным первым этажом и деревянным вторым, с невероятным количеством окон и резными наличниками, летом было отремонтировано снаружи. Работы, проходившие в несколько этапов, и завершились не в один год. Сначала была заменена крыша, а нынешней весной специализированная реставрационная организация из Ишкаралы взялась за фасад здания. Одновременно некоторые изменения произошли и внутри этих стен. Занимавшие основные площади второго этажа «Марийское книжное издательство» переехало в освободившееся здание, занимаемое ранее Министерством государственного имущества. Ну вот сейчас появились снова, в связи с тем, что у нас «Марийское книжное издательство» переехало в другое здание, туда переселяется, в дом купца Наумова переселяется администрация царевых Акшайского Кремля. Вот мы также намерены этот объект продолжать, реставрацию этого объекта продолжать и дальше. Реставрация – вид изнутри. Представляется, что и внутри дома купца Наумова ремонтно-восстановительные работы будут многоходовыми. Уж больно велики площади этого исторического объекта. Проводили ремонт и предыдущие балансодержатели здания, но он не носил той специфики, которая, если уж продолжать играть по правилам, должна соблюдаться. Текущая крыша, это было до ее капитального ремонта, дала о себе знать практически сразу же. Отремонтированные издательством потолки протекли. Когда дойдет очередь до первого этажа, вообще неизвестно. Помещения, несколько лет назад занятые магазином, хранят следы переделки советских времен, когда здесь находилась школа искусств. Восстановление внутренних интерьеров будет возможно лишь после подготовки проекта внутренней реставрации помещений купеческого особняка. Это отдельный проект будет тоже, да, дальше продолжаться. Вот, и, ну, если исходить из современной документации, то только реконструкция отопительной системы стоит не меньше 500 тысяч рублей. Там надо будет заменять и оконные рамы, вот, я уже не говорю о внутренних работах. Впрочем, временное обустройство администрации Таревакшайского Кремля в этих стенах состоится еще до конца года. Вид на подведомственный объект из этих окон лучше, чем из другого бывшего купеческого особняка Кареповых, где пока размещается кремлевская администрация. Новая осень Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok 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 Не всем тебе дороги, Каса горы, 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 Выраки, реки, раки, Руки, ноги береги. Зачем тебе реки вот такой ширины? Зачем тебе небо вот такой вышины? Ах, прокатилы, реки, моты, Ах, обезьяны, кашлоты, Ах, и зеленый попугай. Ах, и зеленый попугай. Всем привет, меня зовут Кузнецова Елизавета. Я из города Ешкар-Ала, мне 9 лет. Я занимаюсь вокальной студией «Звукоград». Помимо пения, я еще занимаюсь танцами и фортепиано. Надеюсь, все это поможет мне в сегодняшнем выступлении. Песенка года. Главное в конкурсе, считает Лиза, выложиться во время выступления на все 100% и не подвести педагога по вокалу. Над кровлей из старой избушки Струится, дымок голубой А-а-а-а Ко мне, как живые игрушки А-а-а-а-а Приходят зверушки гурьбой Здесь ждет вас ужин и ночлег Я печку из стопы Ведь мальчика и девочек я очень люблю. Телефеты, мы из города Казмодемьянска поем песню «Голубельная из Медиццы». Ребята в этом коллективе очень дружные. Всегда поддерживают друг друга как на репетициях, так и на выступлениях. Ложка снег меньшая, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи, белые медведи. Спи и ты, скорей, малыш. Спят твои соседи, белые медведи. Спи и ты, скорей, малыш. Конкурсный отбор, а вместе с тем и волнение юных вокалистов уже позади. О том, как это происходило, смотрите еженедельно по понедельникам и пятницам на телеканале «Регион 12». Победителя шестого сезона республиканского телевизионного конкурса узнаем в декабре. Кстати, в этом году гала-концерт «Песенки года» пройдет в виде театрализованного представления. Слышу голос из прекрасного далека. Состоится он 14 декабря в 12 часов в новом здании Театра оперы и балета имени Эрика Сапаева. Приобрести билеты можно во Дворце творчества детей и молодежи, а также в кассах театра. А на сегодня все. Увидимся. Генеральный спонсор проекта «Песенка года» – ОАО «Россельхозбанк». Пришло время для вашего бизнеса. Кредиты микрооптимальные и быстрое решение от Россельхозбанка. Выбери, подай заявку и получи подарок. Соверши невозможное с Россельхозбанком. Золотая осень. Сема стар, поэт, мурза да фольклор ансамбль влаг. Лачак Нуно. Калаканчонжам самостарен мошта. Сема лан рубрика «Шкежат мурагаяк Йонга». Мепалына, Кажну Кугарнян, Кастена, Те. Мариялтова на эфире, что же сема лан рубриком «Ончеда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова С наступлением холодов отопительный сезон начинается, а вот все наружные строительные работы, как правило, сворачиваются или переносятся внутрь строящихся помещений. Безусловно, одним из первых, что следует сделать в доме, это система отопления и водоснабжения. Качественно сделать эти работы могут лишь квалифицированные специалисты и проверенных фирм. Таких обычно можно по пальцам пересчитать. В этом трехэтажном доме фирма только что закончила работы по системам отопления и водоснабжения. Комментарии специалиста. В нашей фирме был выполнен монтаж системы отопления в данном доме. Естественно, были учтены пожелания заказчика, а также особенности самого дома. Так как дом обладает достаточно большой площадью и этажностью, был выбор наш пал на поле в исполнении, газовый котел с чугурным теплообменником. Для обеспечения горячей водой был поставлен бойлер косвенного нагрева, то есть бойлер, который берет теплоту для нагрева воды от системы отопления. Для постоянного поддержания температуры в бойлере был установлен контур рециркуляции, то есть со своим циркуляционным насосом. Так, система отопления достаточно сложная. Циркуляционного насоса было установлено несколько, то есть отдельно на систему теплых полов, отдельно на систему отопления от радиаторов. Все соединения, естественно, трубопроводы, фитинги, это у нас полипропилен, который имеет гарантию 5 лет. Сейчас мы находимся в цоколем этаже. Как видите, здесь еще не сделана наградительная обработка стен и пола, поэтому радиаторы подвешивались на напольные крепления. Вещь очень удобная, как раз в данном случае. То есть когда не обработаны стены, не обработан пол, система отопления работает, в это же время уже можно будет по вкусу заказчика обшивать стены и заливать пол. Ну а теперь несколько слов о новинках, появившихся совсем недавно на складе фирмы. Кроме напольных электрокотлов, существуют также котлы настенного исполнения. Они имеют более привлекательный вид, также существует возможность отбора мощности по ступеням. Как и у напольных котлов, есть возможность выставить температуру в системе отопления. Данные котлы оснащаются специальной колодкой для подключения комнатного термостата. То есть котлы могут работать не только по температуре воды в системе отопления, но также по температуре воздуха в помещении. Существует отдельный вид насосов, так называемые туалетные насосы-измельчители. Они используются в таких случаях, когда трасса канализации проходит выше, чем устанавливается в унитаз. То есть они перемалывают все отходы и поднимают и перекачивают достаточно большие длины. То есть 60-80 метров по горизонтали и до 7-8 метров по вертикали. Существует несколько разновидностей от самых простых до туалетных насосов для подвесных унитазов. К ним подключаются как, собственно говоря, унитаз, так и мойка и душевые кабины в том числе. Эти модели бывают двух типов, то есть обычные туалетные насосы-измельчители, так и бесшумные насосы. Фирма «Аквамастер» является одним из авторитетных лидеров республики в области продажи и установки оборудования для теплоснабжения и отопления. Квалифицированные специалисты установят в вашем доме, квартире или предприятии отопительные радиаторы, заменят ветхие чугунные трубы на высокотехнологичные из полипропилена и металлопласта, установят водонагревательные газовые и электрические котлы любых объемов от различных производителей. Произведут монтаж насосов и насосных станций. Заезд в офис-магазин фирмы «Аквамастер» с улицы Кирова, рядом с перекрестком улиц Кирова и воинов-интернационалистов. За железными воротами базы «Марпотребсоюза» во двор и налево до вывески «Аквамастер». В офисе вы сможете не только заказать монтаж систем водоснабжения и отопления, но и приобрести все необходимое для этого. Трубы и радиаторы, фитинги и смесители, насосные станции, газовые и электрические водонагреватели, а также все необходимое для системы канализации, вплоть до локально-очистительных сооружений. Консультацию опытных специалистов по всем вышеперечисленным вопросам можно получить здесь же, в офисе фирмы. Совершенно бесплатно. Телефон 44-03-03. Фирма «Аквамастер». Гарантия на всю продукцию и все виды работ. Под мелодию кофе и прямого эфира Просыпаются мысли о спасении мира. Блиц-ФМ. Разбуди вдохновение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова